Твоего потенциала, божественного потенциала своей души, кому интересно, welcome, очень рад, что вам это интересно, полезно и что мы вместе выполняем то, ради чего Всевышний создавал мир, потому что других вариантов как бы и нет в общем, а да, непонятно других вариантов, зачем вообще все это было Всевышнему создавать. Их нет. Значит будем развиваться, служить Всевышнему, готовиться к третьему рождению. Третье рождение это как раз всех нас ждет третье рождение в 120 лет и значит конечно мы хотим и в этом мире хорошо жить и Тора нам рассказывает и как в этом мире хорошо жить и как подготовиться правильно к миру грядущему. В общем все плюсы. Итак, мы сейчас изучаем книгу «Путь праведных», вот книга о человеческих достоинствах или о ход садитим. Как раз сегодня мы, второй урок у нас сегодня мы говорим предисловие, мы, я думаю, закончим сегодня предисловие и завтра начнем изучать уже первую, первую, значит, первое качество. Говорит нам автор этой книги, имя которого мы не знаем, но уже около 500 лет эта книга является одной из основных важных книг в иудаизме, но имя автора скрыто, да, он скрыл себя и есть в этом тоже большой смысл. Сейчас мы, я думаю, из книги мы поймем, почему он все-таки выбрал скрыть свое имя и не выставлять его на показ. Здесь он говорит так, даже из предисловия, я думаю, тоже уже будет понятно. Он говорит такую вещь, что как есть у человека болезни тела, если он не умеет телом правильно пользоваться, если он вредит своему телу неправильной едой, неправильным поведением, неправильными действиями. Также у человека есть болезни души, которые выражаются в его неправильных качествах характера. И точно так же, как болезнь физическая, она человеку в этом мире вредит, точно так же болезни его души выражены в его неправильных качествах, они ему тоже вредят. Кого-то неправильные качества могут довести даже до смерти, кого-то неправильные качества могут привести к разрыву отношений с родителями, с детьми, с мужем, с женами. Все это последствия, потеря работы, ну и главное, конечно, главное и самое яркое последствия неправильных качеств, это внутренняя грусть, депрессия. Значит, это сразу показывает, что у человека он душевно болен, его так и называют. Даже психология современная ему говорит, ты, говорит, душевно больного, у тебя депрессия. Да, значит, надо лечиться. Он говорит так, а как вылечиться? Только идти к мудрецам, которые являются врачевателями души, и они вылечат их болезнь тем, что укажут верный взгляд на мир. То есть душевные болезни, они излечиваются тем, что человек начинает правильно смотреть на мир. Мы уже дальше узнали, что вообще мировоззрение людей, оно появляется у них по трем каналам. Первый канал, это есть генетика, да, врожденная. Что-то есть генетически, человек прям впитал с молоком матери, у кого-то одна натура, у другого друга, кто-то агрессивный, кто-то спокойный и так далее. Потом начинается обучение родителей, да, родители с детства, там, кто-то готовит ребенка в шахиды, кто-то его продает на, там, есть родители на органы детей продают, есть разные родители, знаете. Кто-то, наоборот, ребенку говорит, ты вообще самый умный, самый красивый, кто-то говорит, что твое место где-то в уголочке и все. Вот, в общем, это второй этап, откуда появляется у человека его качество характера и взгляды на жизнь. Третье, откуда появляется у человека знание о том, кто он и как надо жить, это общество, общество, школа, друзья, СМИ. Теперь, и вот, в итоге он душевно больной, кто-то злой, кто-то грустный, у кого-то глаз дергается, у кого-то, значит, ну, у каждого, как говорится, Абрама своя программа. Теперь, говорит нам автор этой книги, что нужно идти к мудрецам, но, говорит, царь Соломон уже предупредил, что не все пойдут к мудрецам, потому что в притчах написано, что глупцы презирают мудрость и наставление. Первая глава, седьмой отрывок, прям так и написано, что хохма у мусар и велим базу пренебрегают эти грешники, скептики, они пренебрегают мудростью и наставлением. Самое обидное, что они думают, что они знают, они себе сидят, они сидят, значит, в ужасных условиях, да, люди, им плохо, но они, самая у них большая ошибка, они думают, что они знают. А все их проблемы, они, почему у них проблемы, как вы думаете, потому что, если их спросить, они допредил царь Соломон, что на уроках присутствуют только люди умные, а глупцы, они, значит, не присутствуют на наших уроках. Это точно, это он точно заметил, это я тоже заметил, вы тоже заметили. Иногда, правда, забретают, забретают случайно глупые люди, пишут плохие комментарии, но мы тут же и блокируем, да. Хорошо, теперь, значит, двигаемся дальше, двигаемся дальше. И он говорит так, ну, хорошие, добрые люди, которые хотят в жизни добра, хотят двигаться ко Всевышнему, у них есть, есть у них четыре главных проблемы. И мы, давайте, вначале это как диагноз такой, да, что мешает человеку исправлять свои качества и подниматься на высшие ступени своего развития, приближаясь ко Всевышнему. Первая, значит, проблема, они не знают, не знают как. То есть, они хотят, но не знают как. Действительно, большая проблема, человек, который хочет найти, он приводит такой пример, хочет найти кого-то, но не знает, как этот кто-то выглядит и где его искать, он его не найдет. Даже если сильно хочет найти, но найти его он не сможет. Теперь, вторая проблема, это, то есть, люди не знают ни свои недостатки, ни что такое хорошо, что такое плохо. То есть, как ты можешь найти хорошо, если у тебя сбитая система, что такое хорошо, что такое плохо. Если ты до сих пор ориентируешься, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, а папа после этого оставил маму, сел в тюрьму и умер в раннем возрасте от алкоголизма. Так все его, что такое хорошо, что такое плохо, не работают. Теперь, второй вариант, почему люди не могут исправить себя, это они знают о своих дурных качествах, да, знают они и хотят избавиться от них, хотят они добиться добрых качеств, но они ленятся. То есть, они ленятся, это как человек, который знает, кого ему надо найти, но ищет так, типа, найду, найду, нет, нет. Это вторая проблема, то есть, первая проблема, не знает как, вторая проблема, недостаточно мотивации, не слишком старается исправить свои качества. Третья проблема, это, значит, третья проблема какая, ну, дальше он как раз вторую разбирает проблему, он говорит, что, написано в Мишле в 10 главе, в притчах, написано так, что чистое серебро слова праведника, и он объясняет, что это за чистое серебро слова праведника. Праведник, он, это же 500 лет назад было, он очень точно понимает в сущности слов, понятий, выражений, и, значит, если человек не разбирается, он не мудрец, то он может, например, он приводит пример, как человек раньше ошибался, он хочет, не возьмет чистое серебро, возьмет серебро с примесями, возьмет дирю легкую, дирю тяжелую, там, в общем, обычный человек, он, он точно в нюансах, он где-то ошибется. А слова праведника, это как чистое серебро. Праведник, он должен знать все про добро, про зло, разбираться в ценности и полновесности каждого качества. То есть мы раньше изучали самое базовое качество, это благодарность, и как следствие благодарности, радость, и это все следствие, да, это базовое качество. То есть лучше по умолчанию быть счастливым. Говорит, этого недостаточно, невозможно в этой мире пользоваться все время только одним качеством. То есть даже самая вкусная еда, например, человек говорит, мне полезна там, я не знаю, петрушка. Все, петрушка это круто, полезная еда, я вообще петрушку обожаю, люблю. Но он же не может есть одну петрушку, ему нужно там петрушке что-то добавить. То же самое, мы занимались развитием самого главного качества, да, счастье от жизни, благодарность, которая является основой счастья. Но, но, есть же множество другого. И он говорит, праведник должен знать про все качества и разбираться в каждом качестве. Он должен наблюдать за ними, как полагается, телом и умом стараться оставить глупость и взять мудрость, и снять с себя вредные ненужные примеси. И тогда его душа станет очищенной и чистой перед Всевышним. Как сказано, отдели примеси от серебра и выйдет у плавильщика сосуд. Тоже в притчах 25 глава 4-3. Мне очень нравится, что он прям в каждом абзаце, он как раз опирается на мудрость Сыря Соломона, которую мы с вами тоже очень любим и изучаем. Значит, первая проблема, это вообще не разбирается, не знает, что искать человек. И даже если он хочет исправить свои качества, у него не получится. Вторая проблема, он не сильно, не сильно хочет. Третья проблема, он плохо разбирается, да, то есть он уже разбирается. Но не в нюансах. Это как мы. Это как мы с вами, вот мы уже чуть-чуть разбираемся. Мы уже разобрали, что благодарность это главное, что правильно быть счастливым и веселым. Мы разбираемся, пытаемся разобраться, как к этому прийти через наблюдение за полуполными стаканами и благодарность Всевышнему за все хорошее, то что есть. Но дальше третья наша проблема, что мы еще не на статусе праведника и мудреца, который точно знает нюансы всех качеств. Теперь четвертая проблема. Четвертая проблема, которая мешает людям развиваться и исправлять себя и свою жизнь. Это есть люди, пишет он, переменчивые в поведении и непостоянные. И они то так они поступают, то по-другому. И он говорит, они похожи тогда на людей, которые хочут дойти до города, но он растерян. То он шел в одну сторону, то в другую. И именно о подобном сказал царь Соломон в Экклезиасте, в Куэлите. Труды глупца утомят его, он не знает даже, как идти в город. Он говорит, это об этом. Поэтому следует пожалеть людей, погруженных в пустую суету, научить их правильному весу и верным весам открыть им чистоту серебра. Это то, ради чего он писал эту книгу, в которой он разбирает каждое качество, которое есть в человеке от природы или которое он мог принять от других людей. И как это качество, в какой пропорции человеку необходимо в жизни, в какой пропорции ему его использовать, кому-то убрать, у кого-то его было больше, у кого-то меньше. То есть вся эта книга, это где-то около 20-25 разных качеств, которые присутствуют в людях. И хороших, и плохих. И мы на уроках разберем, что с ними делать. Для того, чтобы стать мудрецом, который в деталях разбирается. Как раз отлично, эта книга, мы ее будем изучать, получается, я думаю, что где-то 20-30 уроков, это минимум, да, может 50. И мы как раз подойдем к Роша Шана, вот там есть такое понятие, месяц илуль, хижбон, эфиш, именно разобраться в себе, осознанность. Вот эта книга о осознанности. Эта книга о том, как разобраться в себе, в своих качествах. Дальше он говорит, но, говорит, обратите внимание, самое в любом деле важно понять приоритет. То есть понять, что является основным, базовым, ну, приоритетным. И он говорит так, что в жизни приоритетным, в исправлении качеств жизни приоритетным является страх перед Всевышним. Он же цель всех действий человека. И это требует Всевышний от нас. Блокслей наиме его, как написано, чего Всевышний требует от тебя, только страха перед Всевышним. Это в Торе Бог сказал. И без чистого страха перед Всевышним нет никакого чистого действия. Почему? Потому что если человек, любой человек, желающий привести себя к добру, должен каждое качество свое соотносить со страхом перед Всевышним. Ибо страх перед Всевышним соединяет все качества. И он опять приводит такую метафору, пример, как бусы, на которых висят разные драгоценные, полудрагоценные камни. И если нет связывающей вот этой нити, а этой нитью является страх перед Богом, то тогда пропадут и рассыпятся все добрые качества. А если нет у тебя добрых качеств, то нет у тебя закона и добрых дел, ибо вся Тора, все исполнение закона зависит от исправления качеств. Тикун Амедот. Это как раз вот суток, а квинтэссенция всего. То есть если у человека нет хороших, правильных, добрых качеств характера, качеств личности, то вся его Тора, добрые дела, все это ничего не работает. Это как отдельные жемчужины, которые рассыпаны. Дальше он пишет. Все качества можно изменить. Но мудрый, он превратит дурные качества в добрые. А глупец, он наоборот, добрые он изменит на плохие. Человек, который бредет во сне, во тьме, бредущий во тьме, и не различающий, не размышляющий над самоусовершенствованием, тикун Медот, исправления своих качеств, таков, что все его заслуги уничтожатся к этим дурным качествам. То есть здесь очень важная вещь. Вот ради чего живут люди? Кто-то скажет, люди живут для достижения цели, какого-то успеха, деньги. Но если человек достиг этих денег, а он несчастный, то получается он жил впустую. Он же когда работал и достигал деньги, он же хотел, чтобы быть достигнут и быть счастливым. А если он их достиг, и в это время у него, например, там жена ушла, дети там, не дай бог, исчезли. Я знаю одного человека, выдающийся человек, всю жизнь работал, старался, ученый, все. А у него дочка стала наркоманком, единственная исчезла. И это очень страшная жизнь. То есть он, с одной стороны, он достиг того, что он хотел, но цена, которую за это он заплатил, из-за того, что он не умел как-то с ней настроить отношения и так далее. Она была, его сложно назвать счастливым человеком. Или там человек, я не знаю, олимпийский чемпион какой-нибудь. У меня есть одна моя очень хорошая знакомая, она занималась вот спортом. Я был тоже третьим на чемпионате мира среди юниоров. Я в сборной СССР, ну, очень многих знал, молодежные. Потом я в 20 лет бросил спорт, а они ушли, и многие стали там выдающимися спортсменами. Но в основном цена, которую они за это заплатили, пожертвовав всей своей жизнью. Она потом делает их годам к сорока полностью несчастными, опустошенными людьми. То есть получается, что если мы возьмем достижение цели, смысл жизни, неправда, человек достигает цель, если достигает. Если он несчастлив, значит он, ну, теперь. А если мы скажем, что счастье это цель жизни, как сказали буддисты, тоже проблемка, потому что если ты ради счастья пожертвовал всей своей жизнью, и у тебя нет детей, ты живешь в пещере, ты ходишь в оранжевой такой вот тряпочке и просишь подаяния, но ты при этом счастливый. Тоже сложно назвать это то, ради чего человек был создан, и как бы таким, как сказать, идеалом жизни, да? Идеалом жизни является выстроенная жизнь, когда у тебя работают все сферы, когда ты здоровый, у тебя есть деньги, любимая работа, уважение в обществе, хорошая семья. Это является идеалом такой гармоничной жизни. Но опять же, если ты все, если назвать это целью жизни, жизнь в этом мире, тоже проблема у нас. Почему? Потому что человек уходит из этого мира, иногда рано уходит. И что? Кому это все остается? То есть получается, что он тогда, тогда он жил для кого-то, но он-то сам, где он в этой всей ситуации. И получается, что мы приходим к тому, что главной целью человека является пройти этот жизненный путь, максимально, будучи счастливым, будучи максимально успешным, но сбалансированно, не жертвуя ради этого своим счастьем. И в итоге прийти для себя, выйти из этого мира с духовным набором качеств и возможностей, которые позволят ему в его третьем рождении, там тоже быть не последним человеком. И вообще удостоится подняться в духовный мир. Для этого нужно, как везде нужны деньги в жизни, да, для любых вопросов. Царь Самон говорил, что деньги нужны для всех вопросов. Значит, там нужны духовные деньги. Духовные деньги – это Тора, заповеди и добрые дела. Но здесь он нам говорит такую вещь, что если у тебя не было страха перед Богом, вот этого вот постоянного внутреннего индикатора, мерила, это не тот страх, что я боюсь, это трепет, да, что ты понимаешь, что ты находишься все время в контакте с Творцом Мироздания, то все, значит, не работает. Все остальное, то есть майнинг криптовалюты для духовного мира, он работает только при наличии трепета перед Богом и всех остальных из этого вытекающих хороших качеств. И он приводит там пример. Вот, например, человек, гордящийся своими делами и восхваляющий себя, и украшающий себя. Он стремится к возвеличиванию самого себя, к власти над людьми. Он постоянно твердит о ничтожности других людей, желая получить почет и уважение, цену и унижение ближнего. Такой человек подобен наполняющему дырявую бочку хорошим вином. Вино уйдет в землю, пропадет зря, если он не починит бочку. Такой же и наш гордец. Он полон, даже если он будет полон знанием закона, но все пропадет из-за дурного качества, если он не поторопится себя исправить. То есть, понятно, да, идея? Человек, который гордец, даже если он при этом делает какие-то добрые дела, но он унижает при этом других людей, то все это впустую, уходит впустую. Дальше он пишет. Вот немногие в мире знают правду. Действительно, я иногда смотрю там в Ютубе какие-то ролики, вот сидит какой-то человек, ну вот, и он такой говорит, я вам сейчас скажу большую истину. Дымок. Вообще и такое что-то несет, с такой рожей серьезной, да? Например, теперь, ну, как бы, ну, что это? Это полная разруха. То, что он говорит людям, то, что он желает людям, то, что как сам он живет, да? Это страх. Есть люди, которые, я знаю, много людей по-настоящему гениальных, счастливых, добрых, веселых. Например, там, Раваш Аркушнир, если многие смотрели в уроке, абсолютно человек, который, ну, просто сияет, гениальнейший человек, который просто, почему я его привожу в пример, он говорит на русском языке, он спокойный, у него внутри все хорошо, он радостный, у него дети, внути, правнути, там, уже несколько поколений. Все, живет, радуется жизни, да? Но он, когда говорит о чем-то, он говорит скромно, как бы, он не говорит, что я вам сейчас скажу правду жизни. Пишет он 500 лет назад автор этой книги, немногие в мире знают правду. Есть и такие, в ком нет способности познать, и они не могут подняться по ступеням мудрости. Они подобны безногому, который не может подняться по ступенькам лестницы. А есть, наоборот, разумные и способные, но они с малых лет погрязли в страстях мира, и весь их разум направлен на то, чтобы потакать своим желанием, своему злому началу, и они делают всякие плохие поступки, то есть, они именно осознанно используют свой ум для того, чтобы делать зло. Теперь, а бывают и такие, у кого и ума достаточно, чтобы понять, есть желание следовать путями добра. Это вот как, я думаю, что все, кто собрались на уроках ВАИКРА, относятся к вот этой третьей категории. Значит, ума достаточно, чтобы понять, есть желание следовать путям добра, но не бывали они у мудрецов, не слышали их мудрости, не знают добрых путей, и потому бредут во тьме. И похожи они на того, кто продает свой дом, не подозревая, что в доме зарыт клад. Понятно, да, идея? То есть, это очень-очень интересно, вот как, да, как найти. У меня это, получается, я молюсь вот уже 25 лет, как я стал религиозным, у меня в молитве есть то, я не знаю, почему мне, откуда это пришло, но я всегда молился Всевышнего, чтобы он мне открыл истину. И я вот прямо сильно, это мое самое большое стремление, и как просил, например, царь, царь Соломон, потом я это уже узнал, когда изучал притчи, он говорит, что пустое, лживо, отдали от меня. Прям есть его молитва, и он говорил так, прям моя любимая часть из притчи, он просил Бога, он говорит, две вещи я просил всю жизнь. Пустое, лживо, отдали от меня, чтобы именно убрать всю лживую информацию. Раш, Ваошер, бедность и богатство, не давай мне. Накорми меня законным хлебом. Вот я молился, и накорми меня законным хлебом, это вот золотая середина, да? Это именно, чтобы было все по закону, все правильно, без фокусов, без каких-то отклонений. Золотая середина. Но при этом не ошибаться, идти по правильному пути. Дальше, давайте просто очень хочется закончить сегодня, у нас уже осталось буквально две минуты. Все, я сейчас тогда просто вам почитаю основные вещи из предисловия, чтобы мы начали уже завтра изучать первое качество, в котором мы будем разбираться, врата гордости. Значит, завтра мы будем говорить про гордость, где она уместна, где неуместна, как это работает. Значит, дальше он говорит, все, в этой книге мы разберем самое важное, отталкиваясь от мудрости царя Соломона и пророков, и мудрецов. Значит, мы разберемся во всех качествах. Большинство человеческих качеств не схожи, отличаются одно от другого. И каждое качество сводит человека с ума. Одно тянет сюда, другое сюда. И есть злое начало инстинктивное, которое, наоборот, усиливает все плохие качества и сбивает человека. Что это за плохие качества, которых он здесь оценивает как хищники? Страсть, гордость, ненависть, гнев. Все эти и подобные дурные качества пребывают в сердце человека, изворачиваются, нападая, и нельзя на мгновение закрыть на них глаза. Потому что, если их не исправить, они человека уничтожают. Гнев убивают, страсти убивают, прям ненависть человека сжирает, убивает. Гордость человека лишает вообще всего и радости жизни. Дальше он пишет. Значит, рождая человек телом и умом, слабее всех других созданий. Ибо все другие создания в день своего рождения ходят, едят, помогают себе сами. Действительно, человеческий ребеночек год, он просто даже без помощи, без поддержки двигаться не может. А дальше он тоже не выживет без помощи. И поэтому необходима большая работа на то, чтобы человека маленького вырастить, чтобы он физически выживал. И очень большая работа потом необходима для того, чтобы исправить свои качества, свою душу, свой интеллект и их исправить. Без наставника человек в своем начале подобен животному. То есть, маленький человечек, он как маленькая такая обезьянка, только очень слабая. Его сердце, мышление, чистая табличка для письма. 500 лет назад была написана эта книга, еще писали на табличках. Теперь, если эта табличка попадется в руки глупца, он напишет на ней бессмысленные знаки. Если табличка попадет в руки мудреца, то он напишет на ней распорядок своих дел, все подробно, системно и так далее. Получается, человеческое сердце, это как эта табличка. Глупцы нарисуют на нем бессмысленные лживые изображения, а умные напишут на табличке своего сердца письмена Всевышнего, основы учения и заповедей мудрых и добрых качеств. И души их засветятся, как свет неба. Об этом сказал царь Соломон в притчах 7 глава 3 отрывок. Повяжи их на руки свои, напиши их на скрижалях сердца своего. Мы учили очень хорошо этот отрывок. Кашрем аль-этзбаатеха, завяжи их на пальцах своих. Катвем аль-лоах-либеха, напиши их на скрижалях своего сердца слова Торы. Дальше пишет он, что качества, если над ними не работать, плохие качества, они развиваются, хорошие качества, наоборот, исчезают. И дальше человек в любом возрасте может изменить все, может убрать и ослабить плохие качества, усилить хорошие качества в себе. Но это будет похоже на то, что серебро, которое долго лежало в земле, на нем появляется толстый слой грязи, ржавчины. Его нужно будет чистить, прежде чем оно покажет свою подлинную красоту. Поэтому, сейчас мы уже подходим к итогу, поэтому, слушай, седьмое поучение, возьми этот рабочий инструмент и исправь свои качества. Значит, взгляни, имеющий много разных монет, мелких и крупных, но не знающий их подлинной ценности и стоимости, не может ничего купить на них, пока не узнает стоимость каждой. И он пишет это сравнение, что качество внутри человека, это как эти монеты. Иногда надо пользоваться этим качеством, иногда другим, иногда какое-то качество, это монеты, которые вышли из употребления, и если ты этой монетой начинаешь расплачиваться, тебя могут за это еще и хуже будет, да? Значит, мудрец, он взвешивает каждую монету, оценивает ее, и сможет, соответственно, их подлинной стоимостью купить то, что ему нужно, а глупец не станет взвешивать и оценивать монеты, и по глупости своей попытается использовать монеты, вышедшие из обращения, и тем самым нанесет себе большой ущерб. В общем, говорит, с помощью этой книги ты определишь те качества, которые вывел из обращения великий царь, Бог, остережешься использовать их, чтобы не проявились тебе эти дурные качества, и ты не получил наказание ущерб. И так ты достигнешь совершенства и станешь мастером, крепко и умело держащим орудия своего труда. Мы изучим истоте этих качеств, их ответвление, их пользу и их вред. Наше намерение состоит в том, чтобы природу человеческую вывести из состояния глупости к состоянию любви к морали и нравственности, чтобы бездумные и непонятливые постарались узнать мудрость. Значит, вот смысл этой книги. И Всевышний нам в этом поможет, чтобы мы научились Хеседу, милосердию настоящему и соединились со Всевышним. Всевышний нам в этом, конечно, поможет. Значит, все, это то, чем мы будем заниматься ближайшие, ближайшие, я думаю, несколько месяцев с Божьей помощью, станем праведниками, соединимся со Всевышним, будем знать точно, когда, какие качества использовать. Значит, помните, когда мы начинали учить книгу, которая называлась «Врата благодарности», нам пообещал Раф Шаламаруш, что мы станем после изучения этой книги, как попадем в рай. Действительно, у меня были последние 7 месяцев, несмотря на то, что события были разные, значит, были, поздравляем с грин-картой, поздравляем со всеми хорошими делами, главное, прям, научиться благодарить от всего сердца Всевышнего, радоваться этому. Мы научились уже, радоваться научились, но дальше грин-карда, вот, был пример, что человек получил грин-карду, он попадает сейчас в новую реальность, в новую страну, в новый мир, и теперь нужно знать, как там пользоваться. Если идти на одной только благодарности, то, то что? То все, на одной благодарности не выйдешь в этом мире. Нужно знать, когда, что, какие качества использовать, и тогда пройдешь этот жизненный путь прекрасно, и, значит, будешь с Богом в хороших отношениях и дальше. Все, друзья, встречаемся завтра. Все, кто хотят подробно, понятно, понимать, что мы учим, как мы учим, телеграм-канал Вайкра, в телеграм-канале Вайкра нужно заполнить анкету, онлайн-школа жизнь по Торе. Подключиться, у нас есть чат-бот с искусственным интеллектом, называется Тора Трон. Там есть циклы всех уроков, там есть полностью все, что вам нужно, у нас есть консультанты, которые после того, как вы заполните анкету, с вами свяжутся и помогут вам разобраться во всех наших, у нас огромное количество уроков, у нас есть живые уроки, каждый день мы сейчас вводим уроки, живые, Zoom, отдельно уроки по темам, то есть у нас очень много, что можно изучать из божественной мудрости, онлайн-школа жизнь по Торе, все, кто хотят жить по Торе, значит, могут начать жизнь по Торе. Тора, она была дана еврейскому народу, была переведена сразу на 70 языков, прямо Моисея, Машарабейну, то есть она, значит, важна для всего мира, поэтому у нас есть разные циклы уроков, есть, которые только для евреев, есть, которые не для евреев, есть, которые и для евреев, и для неевреев, то есть, есть вопрос в обязанности соблюдать заповеди, евреи обязаны соблюдать заповеди, 613, любой, кто хочет взять на себя это обязательство, проходит Ди-юр и становится таким же евреем, как те евреи, которые поклялись это делать, когда получили Тору при выходе из Египта, в общем, у нас открытая, открытая платформа Вайкра, Вайкра это вызвал Всевышний, кто вот только призанились, Всевышний вызывает каждому человеку в мире, а мы усиливаем этот сигнал, через создание образовательных различных программ и донесение их до людей, мы технологическая платформа, существующая на пожертвования участников, которые хотят тоже в этом принимать участие, стать друзьями Вайкра, партнерами Вайкра или спонсорами Вайкра, потому что, когда ты те деньги, которые ты зарабатываешь, ты часть этих денег посвящаешь распространению света Всевышнего, то ты всю свою жизнь посвящаешь Всевышнему, и ты получаешь заслугу от этого огромного света, в общем, это очень хорошая вещь, помогать платформе Вайкра. Все, всем удачи, успехов, встречаемся с Божьей помощью завтра, уже более 7 лет в 10 утра я провожу эти уроки в Ютьюбе, в Телеграме и в Фейсбуке. Welcome, значит, те, кто первый раз увидели этот урок, присоединяйтесь, лучше всего присоединиться через Телеграм, и когда вы заполните анкету, вам будут приходить и оповещения, и вы получите доступ к организованным циклам всех уроков за 7 лет предыдущих. Мы изучили Принчи Царя Соломона, Экклезиаст, Медилат Эстер, Медилат Руд, книга Хафетсхайма о чистоте речи, был цикл по недельным главам, это только мои уроки, а у нас есть еще где-то около 15 разных лекторов, которые преподают каждый день. Все, всем удачи и успехов, всего хорошего, и до завтра. Медилат Руд Медилат Руд Медилат Руд Медилат Руд